Атмосферой уюта и праздничного настроения встретили все собравшиеся долгожданного гостя Владыку Иоанна в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации стимул. Приезд давнего друга и духовного наставника, как всегда, принес много радости и умиротворения в сердца и души особенных деток, их родителей и педагогов. Ежегодно наш Центр принимает разных гостей и обязательным гостем, который приходит и на Рождество, приходит и на пасхальные праздники, является архиепископ Пресский и Кобринский Иоанн. Он всегда поздравляет наших ребят с праздником, с Рождеством Христовым, с Пасхой Христовой. Мы присоединяемся к светлым праздникам и радуемся вместе с родителями, вместе с нашими педагогами тому, что Христос воскрес и учимся у Него терпению, душевной мудрости. И добро. Ежегодные встречи с ладыкой Иоанном несут каждому особенному Божьему творению много тепла и внимания, участия и заботы, поддерживают и направляют родителей в решение каждодневных проблем и забот, наполняют силой духа и верой в то, что все, о чем так особенно мечтается в дни празднования Светлой Пасхи, обязательно исполнится. Больше того креста, который человек может понести, Господь не дает. Поэтому, да, непростая ситуация, но человек, как образ и подобие Божия, он может перетерпеть все. И иногда это и полезно. Укрепление, терпение, смирение, для того, чтобы понимать жизнь. И я здесь не первый раз уже, много раз бываю на Рождество и на Пасху, я вижу, что здесь сложился очень хороший коллектив. Подобраны люди, которые отдают себя полностью этим детям, помогают родителям и в воспитании психологически помогают. И я думаю, что вместе, да, и те, кто здесь служит, я только так могу сказать, потому что это не работа, это служение, не служение ближнего. Мы так это и оцениваем. И родители, и вместе в церковь мы можем, помогая друг другу, скрасить иногда, может быть, тяжелые дни жизни, но вместе с тем и полезные. Очищение души и помыслов, несение в мир добра и помощи ближнему, забота о слабом и немощном – это самые главные духовные ценности, на которые следует обратить особое внимание каждому из нас в эти праздничные пасхальные дни. Иногда кажется, что голгофа, на которую мы взбираемся, на которую мы восходим, кажется невыносимо. Но потом человек воскресает, потому что Господь помогает в духовной жизни. Так и здесь. Поэтому я желаю, конечно, терпения, помощи Божией и тем, кто здесь служит, то есть здесь несет это послушание и родителям, конечно, детям. Наш долг – утешать тех, кто нуждается в этом и радоваться с теми, кто равнится. Поэтому как раз сегодня праздник Пасхи он это и предполагает, к этому и располагает. С праздником Пасхи, доброго здоровья, помощи Божией, ну и терпения и мудрости в жизни.